Я бы вообще запретил бы украинским блогерам, политологам, хренологам, разным громадским деячам посещать российские, путиновские, пропагандистские шоу-программы. По крайней мере, по приезду этих политологов, нужно крутить им, куда накоренился градус этой пропаганды, в чью сторону. Если они сами тупые, этого не понимают, то им нужно демонстрировать. Но почему вообще так трудно в Украине бороться с коррупцией, предательствами и тому подобное? Потому что это все сидит в душах постсовка, биомассы. А почему в России так трудно бороться с путиноидами, с теми, которые оккупируют, уничтожают своих братьев-христиан, славян и другие народы, братские и тому подобное? Потому что доминируют библейские самые примитивные грехи, тщеславие, гордыня и тому подобное. И если это не понимают уже на который год войны украинские политологи, то им попросту это нужно запрещать. Потому что своим присутствием там, на российских, путиновских, пропагандистских каналах, через именно их присутствие, и смотрят тысячи, а может и сотни тысяч, как украинских телезрителей, так и российских телезрителей, россиян. И может из-за того, что там присутствуют украинские политологи, россияне и смотрят, ну нормальные россияне, эти передачи, и смотрят состязание. Представить такое состязание во время Второй мировой войны. Там где, например, форум гитлеровских и сталинских разведчиков. Что они думают о войне и как их с этим троллировали бороться. Конечно, это представить очень сложно. Но сейчас идет война. И вместо представлений это происходит в реальности. То есть пропутиновская пропагандистская машина за деньги россиян, те, которые живут в бедноте в основном, в глубинке России, используют украинцев просто как лохов, как подсадных уток. Только для того, чтобы эти программы, ихние, путиновские, пропутиновские, смотрели вообще априори. Что касается темы Украины, естественно. Потому что если там будут сидеть вот эти сбежавшие с Украины предатели, мерзости Януковича, сученного уголовника и вора, если там никого не будет из Украины сегодняшней, которая представляет хотя бы Майдан, то эти передачи априори никто из украинцев смотреть не будет. А так их смотрят, но используют этих украинцев как лохов. Потому что крен пропаганды все равно будет склоняться в сторону путиноидов. Они их перекричат, передразнят, унизят, дадут по морде. Что и произошло сегодня на Дмитрия Суворова, кажется, значит, накинулся вот этот ведущий норкин, шморкин. Представляете, путиноид набрасывается на украинцев, против которых эти путиноиды воюют. А эти украинцы ездят к этим путиноидам на передачи, чтобы на них набрасывались оккупанты. То есть идиотизм полнейший. Форум НКВД-ско-хитлеровских разведчиков. Как улучшить ситуацию в том или ином районе войны. То есть против Украины и против тех россиян, которые борются с путиновским, сатанинским режимом в России. Вот эта тщеславие и глупость, наивность, может, жадность украинских блогеров, политиков, которые ездят на эти каналы и не влияют там в пользу Украины. То есть они там ездят, как лохи подставные сидят, и не влияют на крен в сторону Украины. А наоборот, только дают верогидность, верогодность, правдивость, легитимацию создают этой путиноцкой, паскудной, лукавой, полностью пропагандистской программе, переключенной и тому подобное. Вот там приезжает сволочь и брешет. Рассказывает, что какой-то чувак приехал в оккупированные территории Украины, а, в Зайцево, и рассказывает, что там девочка, кровь, фотографии, домов. И рассказывает, плетет стихи, сказки. То есть в определенное время, утра, за 20 минут до того, как этот сволочь пропагандистская, путеноская туда приедет со своим телефончиком делать фотографии, боевики пошлют своего Ваню и скажут, вот долбани по квадрату А. А вот этот чувак будет с фотографиями стоять, с фотоаппаратом стоять в квадрате Б. Только ты не долбанил квадрат Б, потому что ему же нужно снять квадрат А. И вот он приходит, за 20 минут долбанули, куда надо. Он пошел заснял это то, что надо там. Подожгли еще костер. И все. И так дальше россияне так и думают. Так, как вещают вот эти уже легитимизированные украинцами путиновские каналы, пропагандистские путиновские. Это один из сотых долей только того, что они вытворяют своим брехливым естеством. А украинцы ездят и легитимизируют его и дальше, и дальше. Вот как бороться с этим тщеславием? Капец. Насколько я знаю, разговаривал с моими сущниками, там случайно, в Харькове, им ответку даже не разрешают давать. Не то, что там обстрелы мирных территорий. Это через личные разговоры они мне говорят, что ну мы не можем уже, это капец. Просто сидим, летает, летает. Иногда что-то там долбанен, и тот с точной наводкой, отчет за каждые там патроны, гильзы и тому подобное. Может не везде так. Естественно, может не везде так. Но это уже вообще не идет в разрез, вот этими пропагандистскими гадостями. То есть получается убивает наших украинцев, и не только украинцы, народ Украины, на Донбассе. Только для того, чтобы сделать вот эти пропутиновские репортажи. А украинцы едут туда и легитимизируют всю эту хрень. Как не могут понять украинцы? Политологи! Такие примитивные вещи, что тем, касающихся Украины, если там не будет представителей, реальных представителей, теперешней Украины, которые в почете среди украинцев, как бы про майданных, если там их не будет, то, естественно, и смотреть эту хрень никто не будет. И веровидность, и легитимность этой передачи будет утеряна напрочь. Она просто баламалелька. Никто из украинцев ее не будет смотреть. Никто из россиян нормальных тоже эту хрень смотреть не будет. Потому что нормальных россиянам и так, вот так хватает своих забот, проблем, чтобы смотреть гадость паскудную. Естественно, они смотрят только, что же скажут украинцы. А что они могут сказать, когда их унижают, набрасываются там на них? Это не нейтральная территория далеко, чтобы там ездить свои перли, выдавать. Музыка Музыка Музыка